Здравствуйте! Это программа подробностей и сегодня в нашей студии Анатолий Алексеевич Языков, начальник отдела по вопросам гражданства беженцев и вынужденных переселенцев УФМС России по Рязанской области. Анатолий Алексеевич, здравствуйте! Здравствуйте! Давайте начнем с первого и актуального вопроса. Уже около года, даже более года, встает вопрос, связанный с переселенцами с юго-востока Украины. Как Рязань справилась с наплывом беженцев, иммигрантов и какая работа сейчас ведется в этом направлении? Ну, я считаю, что Рязанская область справилась с этой работой. Наплыв был большой. Могу вам сказать, что только временное убежище получило более 5000 человек, которые сейчас стоят у нас на учете. Но общими усилиями, совместно и с администрацией области. Вопрос, скажем так, пересолан. Этих людей, их как-то по определенной, по особой программе оформляют в Рязани и вообще в Российской Федерации? Да, когда случилась эта история, в Украине в правительстве РФ был принят ряд мер, вышли нормативно-правые акты, намного облегчающие условия приобретения различных статусов на территории РФ этой категории граждан. Например, если взять получение временного убежища, если в общем порядке по закону о беженцах срок рассмотрения заявления составляет 3 месяца, то для граждан Украины это 3 дня. В идеале давайте возьмем такую ситуацию. Человек приехал с Донбасса, у него какие-то там с собой были документы, какие-то, возможно, уже не подлежат восстановлению, потому что там, надо признать, идет война и ситуации разные у людей бывают. Вот он приехал, первым делом, я так понимаю, обращается к вам, приходит в ваше учреждение, и сколько ему от момента обращения к вам до момента получения российского гражданства времени уходит, какие процедуры в это время производятся? Извините. Ну, если брать с самого начала, да, действительно, они приезжали к нам, у них не было некоторых документов, потому что некоторые действительно бежали от войны, там собирали все, что успели взять. Но на это внимание, конечно, обращалось. Принимались документы, то есть все, какие были. Потом провались соответствующие проверки. Но если брать с момента обращения до получения гражданства, то, ну, самый, скажем так, короткий путь – это обращение за получением временного убежища, которое при, ну, нормально, тут много, конечно, зависит еще и от гражданина, не только от нас. Если он будет, вовремя пройдет все медкомиссии, как положено. Ну, для граждан Украины займет порядка 10 дней. После этого сейчас на территории Рязанской области с этого года, где тут с мая мы начали принимать документы, заработала государственная программа по оказанию содействия в добровольном переселении соотечественных, проживающих за рубежом. То есть гражданин Украины, получив временный убежищ на территории Российской Федерации, имеет право подать заявление на участие в данной программе. Опять же, срок рассмотрения заявления для граждан Украины по данной программе, если, в общем, это составляет месяц, для граждан Украины 15 дней. То есть, став участником этой программы, получив свидетельство, гражданин имеет право без квоты и без подтверждения знания русского языка, истории России и основ законодательства подать документы на разрешение на время проживания на территории Российской Федерации. Срок оформления данного статуса до двух месяцев составляет. То есть, если через, ну, чисто теоретически, через два месяца он получил этот статус, решение на время проживания, он тут же, минуя вид на жительство, не надо никакого срока там, сколько-то прожить определенное количество времени, может подавать на гражданство. При этом не подтверждается и законный источник средств существования, опять же, не подтверждается знания русского языка, пакет документов минимальный, три месяца на рассмотрение. — Скажите, такой поток людей, большой, я так понимаю, создает определенную нагрузку для учреждения, и причем измененная форма, она тоже определенное напряжение может вызывать. Были ли конфликтные ситуации с данной категорией граждан, и как эти проблемы решались? Ну, и решаются ли вообще? Или просто, может быть, отписываете, не выдавать гражданство человеку? — Нет, конечно, так быть не может. Действительно, ситуации бывали разные, конфликтные ситуации. — Это, естественно, связано с этим сажатажем, большим количеством народа. Да, были проблемы и с временным убежищем, когда основная масса пошла. Ну, тут решали проблемы по-разному. И много граждан Украины размещались в пункт временного размещения. То есть мои сотрудники, и я, выезжали в эти пункты, принимали документы непосредственно там, чтобы их не возить сюда. И на месте были очередя, большие очередя. Ну, как обычно, когда создается какой-то ажиотаж, да, кто-то пытается эту проблему решить, кто-то пытается на этой проблеме заработать. То есть были такие факты, что какие-то создавались записи очередей. То есть люди там где-то записывались, как они рассказывали, стояли где-то ночами там. А по факту получалось, что, вот как обычно, где эти открываем, заходит толпа, к 11 никого нет. Нет, выходишь во двор, где остальные, никого нет. Поэтому я вот и сам лично боролся с этим, скажем так. И сейчас вот все борюсь. То есть кто-то продавал места в этих очередях, так понимаю? Ну, кто-то, да. Ну, как вот, потом я видел этих людей. Это те же граждане Украины, которые вот с временным убежищем они были. Ну, видимо, вот захотели, скажем так, на своих сограждан немножко как-то подзаработать. Потому что, да, и граждане Украины жаловали, что вот они и стоят, и платят за эти очередя там как-то, не знаю. Ну, и сейчас по временному убежищу там вопросов уже нету. Ну, во-первых, и наплыв само по себе там вообще в основном идет продление. То есть по временному убежищу этот вопрос снят. Всех этих товарищей мы оттуда устранили, скажем так. Сейчас вопрос возникает, конечно, с этой государственной программой. Конечно, все желают побыстрее получить российское гражданство. Кстати, а это большинство людей, которые приехали, может быть, кто-то же все-таки хочет обратно на Украину? Или же все, вот кто приехал с началом вот этих военных действий в Украине, они хотят получить российское гражданство? Нет, не все. Многие, и сейчас, уже многие вернулись, где-то порядка, по-моему, 600 человек снялись с учета у нас, уехали туда-настоящего. Обратно. Да, многие выжидают, то есть они никуда не продлевают, пока осталось временное убежище, потому что ситуация там еще напряженная, то есть мы имеем право им это продлить. И не подают на гражданство, потому что они говорят, все-таки мы хотим вернуться на родину. Ну, понятно. Ну, и, конечно, народу на получение российского гражданства тоже, конечно, много. И вот именно используют программу соотечественников. И тоже, естественно, создается ажиотаж, и тоже та же история, как с временным убежищем. Кто-то решает эту проблему, а кто-то на ней зарабатывает. Какие изменения произошли за последнее время с гражданами из других республик Таджикистана, Узбекистана? Что нового их ждет в 2016 году и что было сделано в 2015? Ну, в 2015 году для граждан ряда государств, таких как Армений Кыргызстан и Кыргызстан, которые вступили в Евразийский экономический союз, для них сделали послабление в плане трудоустройства, осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Это с чем, ну, как это выглядит. То есть они уже, если так, они приезжали, должны были в течение 7 дней встать на миграционный учет, то теперь этот срок продлен до 30 дней, и им не нужны разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности. То есть патент им не нужен. Они работают на основе заключения трудовых договоров. То есть трудовой договор заключил, пока он действует, он здесь работает, этот гражданин, проживает в законных основаниях. Если там что-то произошло, работодатель с ним расторг, этот трудовой договор, этому гражданину дается 15 дней, чтобы найти нового работодателя, заключить трудовой договор. Если ему это удалось, он автоматически дальше работает, то есть ему не надо выезжать на родину и продолжать работать. Пока только такие. Скоро заканчивается 15-й год, начинается 16-й год. Вы можете как-то подытожить работу своего отдела и какие планы на 16-й год? Год был тяжелый. Конечно, наплыв иностранных граждан был такой серьезный. Но могу сказать, что в целом справились. Есть, конечно, недостатки. Кто не работает, там их нет. А так их, считай, справились. Конечно, все цифры, показатели намного выше. И почти на 30% больше людей получило гражданство. Заработала вот эта программа, которой не было, тоже дополнительная нагрузка. Ну и на следующий год, я думаю, особого послабления не будет, потому что ситуация в мире такая напряженная. Люди уезжают с насиженных мест, потому что помимо граждан Украины к нам возвращаются граждане Сирии, Афганистана, Йемен. Тоже рассматриваем их вопросы, предоставляется временное убежище им. Думаю, послабления не будет и в следующем году. В студии был Анатолий Алексеевич Языков. Всего доброго.